Приветствую на канале всех любителей японского денима. Как всегда у нас новая вещь на обзоре. В данном случае у нас куртка от компании TCB. Куртки мы ни разу не рассматривали, сам я джинсовые куртки не ношу. Поэтому огромное спасибо Павлу, который прислал мне эту куртку на обзор. Постараюсь о ней бегло рассказать, обо всех ее особенностях. И как всегда приложу текстовый обзор, где возможно будет более подробно изложена информация, а также будет показано, как эта вещь сидит на человеке. Вкратце, OTCB джинс. Это компания из Акаямы, из самого сердца, где производят японского денима. Первоначальная TCB была по сути дела просто пошивочной мастерской. И сравнительно недавно они начали выпускать вещи под собственным брендом. По стилю большинство из этих вещей является классическим японским рэпром, то есть репродукция старых классических или вайсов, али. Но в том ключе, в котором этот производитель хочет эти вещи видеть. Некоторые вещи имеют более современный вид, чем они имели в исторической действительности. Некоторые переданы близко к исторической действительности. Что обычно людям нравится у TCB? Ну, во-первых, это сравнительно небольшие цены, то есть это заметно дешевле, чем Маматара или Самурай джинс. Тем не менее, TCB имеет вполне впечатляющее качество и очень серьезный подход к работе. Например, их подбор сырья и денима осуществляется таким образом, чтобы эти вещи были реально похожи на старые вещи из прошлого. Подбирается деним, например, для джинсов 50-х годов он более темный. Тут используется зимбабвийский хлопок для джинсов 60-х годов используется более коротковолокнистый американский хлопок и более светлый оттенок индиго. Тут много достаточно нюансов. В данном случае это куртка Type-1, то есть самая первая рабочая куртка, которую выпускалась компанией Levi's. Классический рабочий стиль. Это прямой фасон, который достаточно просторен, но сидит он до пояса. Вот такие куртки никогда длинными не бывают. Почему? Потому что они рассчитаны на то, что человек носит низ, там брюки или джинсы, с высокой посадкой. Не было никогда необходимости в это время делать рабочие куртки длиннее. По этой же причине никогда не использовались в это время на куртках карманы для рук. Вот давайте посмотрим. Вот карманов для рук здесь нет. Здесь есть большой один нагрудный карман. Вот он посередине куртки находится. И других карманов здесь нет. То есть на рабочих куртках их не делали. Позже, когда появилась куртка Type-2, таких карман стало два. Давайте посмотрим. Вот карман застегивается на клапан. Усилен медными заклепками и на клапане есть подкладка цвета индиго тоже. По самому дениму, что могу сказать. Здесь сравнительно легкий деним. Американский сорта хлопка используется, но сам деним очень мягкий, ворсистый. Вот давайте посмотрим аккуратненько вот так. Вот он такой вот пушистый. Ни о каком слабе здесь речи не идет. Вот он сравнительно ровный. Но в то же время я бы не назвал что-то деним прям такой стеклянно ровный, как современные всякие селведж денимы для западных марок делают. Вещь вполне себе выглядит аутентично. Вот видны непропрятки от ткацких станков челночного типа. Цвет достаточно темный такой раствор индиго. Светлеть индиго стал, ну я условно говорю светлеть, то есть вообще более светлый краситель использовать. Это, наверное, где-то начиная с 60-х годов. А до этого использовали очень темный цвет индиго. Так что вот такой вот деним. Очень мягкий, в руках куртка комфортная, но она еще и промытая, то есть крахмал здесь уже вымыт. То есть ее сразу надевай на оси. Кстати, кто боится вещей, которые прошли фабричную стирку, что они там страшные, мятые иногда бывают. Просто прогладьте их и все. На самом деле никаких проблем это не составляет. Так. Вот вы знаете, на всех современных куртках сбоку используются утяжки для регулировки размеров. На более ранних куртках, вот на Type 1, использовался вот такой вот хлястик с металлической пряжкой, который позволял тоже утягивать. На Type 2 уже не было этого хлястика. Вот здесь он еще присутствовал, то есть в 30-х годах. Вот такие вот мощные медные заклепки. Кстати, TCB не использует брендированные заклепки, они вот просто чистые такие вот с мясом пробиты. Спина на всех современных куртках, которые базировались на Type 3, присутствуют две отстрочки. Здесь немножко по-другому все это выполнено. Отстрочка идет посередине, одинарная. А сбоку присутствуют две складки, которые дают дополнительную свободу движения, поскольку это все-таки рабочая одежда изначально. То же самое складки присутствуют рядом с застежкой. Вот сейчас это больше такой эстетический элемент, а не застроченные. А раньше, ну, по некоторой информации их просто расшивали, и чтобы это давало дополнительную свободу движения. Кстати, вот TCB здесь использовала Red Tab с буковкой R в кружке. Сразу видно стилизация под старинный Levi's. Так, пуговицы из блестящей ржавеющей стали. То есть, как они были по специфике старых там 30-х годов. Если ваши пуговицы, ваших там джинсов или куртки покрываются немного коррозией, это вполне нормально, это естественно для вещей в винтажном стиле, скажем так. По планке, вот здесь можно заметить кромку, селвидж. То есть, край использовался для изготовления планки. Патч. Ну, TCB джинс, одно название этого бренда, звучит как два кота. Соответственно, вот вам два кота. Один из них стилизован под самого создателя бренда Ходзима Иной, вот в шляпе кот. Мягкая оленья кожа здесь используется. Так что, всё отлично. Усиливающие заклёпки, вот рядом с манжетом, они и на куртке Type 1, и на Type 2, они тоже были. Вот, на более современных уже перестали их использовать. Так что, вещь отличная. Обладатель носит её с удовольствием, что, как всегда, носить хорошие джинсы.